Как получить рабочую визу в России? Какие нужны документы для оформления рабочей визы? На эти и другие вопросы мы сегодня дадим ответ в нашем видео. Для того, чтобы иностранцы могли легально работать в России, им необходимо иметь рабочую визу. Перечень визовых стран приведен в письме МИД РФ о режиме въезда иностранных граждан в Россию. Для таких иностранцев нужно оформлять разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в рамках квоты, приглашение, визу и разрешение на работу. Приглашение на работу – первый шаг на пути получения рабочей визы в Россию. Правительство РФ устанавливает квоты на выдачу рабочих приглашений и разрешение на работу иностранцев. Количество выделяемых квот на использование иностранной рабочей силы постоянно снижается. Так, в 2020 году был установлен лимит разрешения на работу визовых иностранцев 104 993 человека. В 2019 году разрешений было 144 583. Таким образом, заметно сокращается лимит приглашений для иностранцев на въезд в Россию для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, для привлечения иностранцев в Россию устанавливаются квоты в отношении профессии и регионов. Правительство РФ рассчитывает квоты, исходя из демографической и экономической ситуации в России. Например, на 2020 год установлены квоты в отношении рабочих, занятых на горных, горнокапитальных и на строительно-монтажных и ремонт на строительных работах в количестве 29 996 человек. Важно! И так работодатель вправе использовать иностранную рабочую силу только при наличии свободных квот. Установленные квоты не касаются иностранных высококвалифицированных специалистов. За получением квоты необходимо обратиться в Центр занятости населения. Все это делает работодатель. После оформления специального рабочего приглашения, работодатель направляет его иностранцу. Приглашение может быть в бумажной или электронной форме. Бумажный документ заполняется по установленному образцу, заверяется подписью печатью должностного лица, электронно заверяется цифровой подписью. Оригинальный электронный документ или бумажный бланк для приглашения иностранца пересылается адресату и служит основанием для выдачи визы в заграничном консульском учреждении. Важно! Незаконный въезд иностранца в Россию наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового. Оформление же самой рабочей визы возлагается на иностранца. Как оформить рабочую визу? Самым простым способом правильного оформления иностранного гражданина будет обращение к профессионалам. Компания Роско поможет оперативно и правильно все оформить. Доверив работу нашим специалистам, вы можете быть спокойным за результат, ведь оно будет подготовлено в соответствии с требованиями законодательства. Все контактные данные вы можете найти на нашем сайте или написать в комментарии к этому видео. Полученное приглашение иностранец подает в консульское учреждение вместе с другими документами, необходимые для получения рабочей визы. Помимо приглашения, иностранцу нужно собрать необходимые документы, а также уплатить консульский сбор за оформление визы. Перечень консульств за рубежом можно найти на специальном сайте. Выбрав нужное консульство, можно узнать и размер сбора за оформление визы. Пакет документов для оформления рабочей визы включает в себя Действительный заграничный паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность и признаваемый в этом качестве Российской Федерацией. Срок действия паспорта не должен истекать ранее, чем через полгода с даты начала действия визы. Паспорт не должен вызвать сомнений в подлинности и принадлежности его владельцу, содержать отметок, оговорок, записи, почисток и исправлений, не заверенных компетентными властями соответствующего иностранного государства. Заполненная визовая анкета с одной фотографией. Фотография размером 3 на 4 сантиметра. Полис медицинского страхования, действительный на российской территории. Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, если виза нужна на срок более трех месяцев. Для оформления визы нужно заполнить визовую анкету. Заполнение визовой анкеты является только начальным этапом процесса получения визы. Визовая анкета заполняется в электронном виде. В случае отсутствия технической возможности допускается заполнение визовой анкеты в рукописном виде или печатном варианте. Заполнить анкету иностранцу можно на сайте консульского департамента МИД и РФ. Для того, чтобы заполнить визовую анкету, иностранец должен придерживаться следующих правил. Нужно выбрать название страны из выпадающего списка страны, в которой находится дипломатическое представительство консульского учреждения РФ или российский визовый центр, куда иностранец намерен обратиться за получением визы. Затем выбирается язык из выпадающего списка языка подсказок. Если в качестве языка подсказок был выбран русский, то все ответы на вопросы визовой анкеты необходимо вводить только на русском языке, за исключением фамилии, имен и адресов. Если был выбран язык, отличный от русского языка, то все ответы иностранца должны быть только на английском языке с использованием символов только латинского или алфавита. Поля, отмеченные символом звездочка, являются обязательными для заполнения. Для оформления визы иностранец должен представить все необходимые документы, которые указаны при заполнении электронной формы. Важно! Виза оформляется только после подачи полного комплекта документов. Комплект документов для оформления визы должен быть предоставлен лично заявителям или его законным представителям. Еще больше полезной информации по миграционному праву вы можете найти в нашем плейлисте «Миграционное право». Подписывайтесь на канал Роско, будьте в курсе, будьте с Роско!